МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В финале встретились два непримиримых соперника. Гомельчанки с лихвой поквитали за домашнее поражение недельной давности в чемпионате страны. Томаш Чаттер сумел извлечь урок из того матча. В финале Балтийской лиги Гомель был на голову сильнее. 36-27. Манакта сомневается, что эти две команды будут оспаривать и два внутренних трофея – Кубок Белоруссии и Чемпионство. Так что впереди еще не одно захватывающее противостояние лидеров белорусского женского гандбола. Между тем, в чемпионате Гомель на минувшей неделе провел один матч. На своей площадке гомельчанки обыграли Березину – 38-19. На этой неделе подойдет к завершению второй этап чемпионата. Гомель закроет его домашние встречи с городничанкой 20 апреля и выездной против БНТУ 23 апреля. Мужская команда гандбольного клуба Гомель в международных турнирах не выступает и сосредоточена на чемпионате страны. На минувшей неделе гомельчане провели одну игру. В город над Сожем наведелся чемпион БГК имени Мешкова. В нынешнем сезоне команды уже встречались. В Бресте хозяева победили легко – 36-27. В Гомеле преимущество лидера белорусского гандбола было также очевидно, однако хозяева площадки без боя сдаваться не собирались. Временами гомельчане смотрелись, если не лучше, то уж точно не хуже своих именитых соперников. Первая половина игры завершилась в пользу Брещам – 21-17. К концу встречи разрыв увеличился только на один заброшенный мяч – 36-31. Самым результативным в составе БГК стал латвийский гигант – правый полусредний Дайнис Криштапан. Су Гомеля список бомбардиров возглавил левый полусредний Андрей Ященко. На его счету 12 результативных бросков. До финиша второго этапа чемпионата осталось провести два матча. 20 апреля соперником будет СКА. Игра пройдет в Минске. 23-го – домашний матч против Кронана. Однако все мысли тренерского штаба игроков уже о плей-офф. Постараемся соскадать бой. Нам нужно, чтобы занять второе место, выиграть три мяча. Это все, в принципе, возможно. Ну и сыграть спокойно игру с Гродно, чтобы забрать свои два очка, занять третье место. Ну а там уже 26-го числа у нас плей-офф со СКА Минском. В чемпионате Беларуси по мини-футболу командам осталось провести по два матча. 28-й тур не внес ясность, как же будут выглядеть четвертьфинальные пары. И в этом есть несомненный плюс для болельщиков. Заключительные игры регулярки с участием команд первой восьмерки формальностью не будут. К тому же есть интрига и в зоне вылета. Один из самых интересных матчей 28-го тура состоялся в Гомеле. Верзе принимал столицу. Команда не только соседи по турнирной таблице, занимают четвертые и пятые места. Но и потенциальные соперники по первому раунду плей-офф. Статистика была в пользу столичных футболистов. Ранее коллективы встречались три раза. Вагоноремонтники ни разу не выигрывали. Первый тайм был богат на события. Эффектные комбинации удавались как одной, так и другой команде. Счет открыли хозяева на 11-й минуте. Отличился Антон Матвеенко. Менчане ответили практически сразу. Спустя минуту гол забил Владимир Жданович. А к 17-й минуте гости уже вели два мяча. Результативными ударами отметились все тот же Жданович и бразилец Бету. При этом вагоноремонтники не стали откладывать попытки отыграться на второй тайм. На 20-й минуте столица получает гол в раздевалку. Своё слово сказал капитан ВРЗ Вячеслав Григорьев. В том году мы с ним играли. Два раза в чемпионате проиграли практически без шанса. В этом году уже боремся и можно с ним играть. Со столицей не только можно, но и нужно играть. На 15-й минуте второго тайма это подтвердил Станислав Лемешко. После классной комбинации он поразил ворота соперникам. 3-3. Стоит отметить, что второй тайм, несмотря на низкую результативность, по зрелищности не только не уступал первому, но даже и превосходил. Работы в защите у обеих команд было предостаточно. Напасные моменты возникали регулярно. Вторая половина завершающей 20-ти минутки в исполнении ВРЗ была сыграна на отлично. В вагоностроители почувствовали, что есть неплохой шанс зацепиться за победу. Это почувствовали и болельщики. Их поддержка гнала хозяев вперед. Спасибо зрителям, которые собрались на эту игру, которые поддерживали команду. А когда поддержка, она всегда вдохновляет и воодушевляет. Поэтому у ребят, наверное, появились эти силы, которые необходимы были нам для победы. Столице нужна была только победа. Она оставляла реальные шансы забраться выше четвертого места в турнирной таблице. И менее чем за три минуты до финальной сирены галкипер уступил место на площадке пятому полевому. Гомельчане таким подарком воспользовались. Мяч в пустые ворота соперника отправил Клочко. 4-3. Итогом матча Анатолий Яновский был явно доволен и дал высокую оценку игре своих подопечных. Мне где-то, если взять, две трети игры понравилось. Главком ВРЗ также заметил, что соперника на плей-офф себе не высчитывают. В любом случае в нокаут-раунде слабых оппонентов нет. И надо настраиваться только на максимально высокий результат. Уже выполнили задачу выхода в плей-офф, но хотелось бы и там немножко пошуметь или пройти дальше. Синхронно с ВРЗ победу одержала и БЧ. Так что вопрос о том, кто займет пятое место в турнирной таблице, еще открыт. А вот столица, скорее всего, останется на четвертой строке. Вряд ли лицельмаш и Витен допустят осечки в оставшихся матчах. Светлогорский ЦКК практически точно забронировал себе путевку в низший дивизион. А вот второй претендент на вулит определится в последних турах. Чемпионат Белоруссии по футболу в первой лиге стартовал. Первый тур команды сыграли на минувших выходных. Последнее перед официальными матчами в сезоне недели выдалось насыщенной для футбольного клуба «Гомель». Некоторые футболисты, хоть и ненадолго, но сменили спортивную профессию. А буквально накануне стартового матча с Оршей вся команда держала ответ перед болельщиками. Обо всем по порядку. Буквально на полчаса Алексей Теслюк, Егор Трояков и Олег Ковалев сменили футбольный «Гомель» на гандбольный. Тяжелее всего пришлось футболистам на разминке. Жонглирование мячами задача не из простых, тем более если привык работать со снарядом ногами, а не руками. Да и главком гандбольной дружины Сергей Цыганков спуску футболистам не давал, нагружая так же, как и своих подопечных. После разминки сыграли небольшой спарринг. Теслюк и Ковалев отметились с заброшенными мячами. Трояков открыл свой счет забитым в гандболе голам в серии пенальти. После все хором отметили, что тренировка не прошла даром. Встреча с болельщиками длилась около часа. Первым словом взял директор клуба Виталий Кушнер. Он рассказал о целях и задачах на сезон. Они ясны вернуться в высшую лигу. Причем не обязательно с первого места. Прозвучала и фамилия капитана команды на этот сезон. Им будет Павел Ситко. Позже главный тренер команды Владимир Журавель эту информацию подтвердил. А также добавил, что выборы капитана носили недемократичный характер. Назначение Ситко было исключительно его решением. Паша Ситко, который именно в подготовительный период проявился как лидер, как человек, который ведет за собой, как болезнь с определенным жизненным опытом. Я думаю, это достойная координатура. Он нам поможет и в этой поставке. Назначение капитаном стало неожиданностью для самого Павла Ситко. По его словам, он ничего не знал о решении тренера. На возложенные обязанности пообещал выполнять добросовестно. Я, как и вы, только узнал об этом. Я прекрасно понимаю, какая это ответственность. Для меня лично это еще дополнительная мотивация. Я постараюсь с этим справиться. Владимир Журавель был немногословен. Отметил, что время разговоров прошло. Нужно приступать к практическому выполнению поставленных задач. Тем более, что команда подготовилась хорошо. Десять недель предсезонки прошли с пользой. Очертил он и круг основных соперников. В список Журавля попали Днепр, Сморгонь, Смолевичи, Торпеда и Гомель-Желдор-Транс. Игроки также настроены только на самый высокий результат. Потому что знают, как в Гомеле любят футбол и соскучились по победам. Понятное дело, что такая команда, как Гомель, она должна играть только бороться за самые высокие места. Потому что, еще раз повторю, что в Гомеле-то футбол зарождался. Впервые играли в Гомеле футбол. Здесь стадион, классный футбольный стадион. Здесь болельщики любят футбол. Болельщики тоже настроены оптимистично и верят в команду. Хоть и с некоторыми оговорками. Загадывать на будущее – дело не очень благодарное. Естественно, только выхода в высшую лигу. Другого не ждем. Потому что молодежь, все-таки уже многие ребята, которые будут играть в основе, уже играют не первый год. Уже играли в высшей лиге. Поэтому, конечно, рост ростом. Но хотелось бы выйти. Хотя реально понимаем, что не все так хорошо, как хотелось бы. Может быть, и не получится. Потому что это футбол, это игра. В межсезонье Гомель и Орша провели товарищеский матч. Тегра завершилась ничью 1-1. Матч на старте чемпионата окончился с таким же счетом. Уже на третьей минуте Дмитрий Гомза поразил дальний угол ворот противника и открыл счет забитым голом в чемпионате. На ответ гостям понадобилось чуть более 20 минут. Успех принес стандарт. Штрафной метров с 35 удачно пробил Алексей Ходневич. 1-1. Хозяева владели инициативой на протяжении всей игры. Моментов у ворот Орша возникало предостаточно. Однако вырвать победу не удалось. К тому же были шансы и пропустить. Несколько контратак противника вполне могли привести к голу ворота Гомеля. Однако счет до конца игры так и не изменился. Еще один представитель областного центра в первой лиге. Гомель сжал Дортранс, разжился тремя очками в стартовом туре. На выезде со счетом 2-1 был бит слонем. В составе гомельчан отличились Николай Загвоздин и Денис Галенко. Светлогорский химик уступил Могилевскому Днепру. 0-3. В полку потенциальных олимпийцев пополнение. Гомельчанка Мария Мамашук завоевала право выступить на летних играх 2016 года. В Сербии борцы разыграли путевки в Рио-де-Жанейро на европейском квалификационном турнире. В весовой категории до 63 килограммов Мария Мамашук пробилась в финал соревнований. И тем самым обеспечила себе пропуск на игры. А в поединке за золото белорусская была сильнее россиянки Анастасии Братчиковой. Продолжим тему единоборств. В Гомеле прошел открытый кубок области по боксу. Медали оспаривали сборные Беларуси и Литвы. Литовцы привезли на открытый кубок Гомельской области только первых номеров молодежной сборной. Дома из-за болезни остался только один боец. Гомельский турнир – хорошая возможность обкатать спортсменов перед чемпионатом Европы, который в июне состоится в российской Анапе. У нас состоялся чемпионат Литвы и аибовский турнир в памяти олимпийского чемпиона Дана Позняка. После этого мы сделали состав основной, который уже будет готовиться к чемпионату Европы. И вот после еще отстреляемся здесь и будет видно тогда, которые ребята станут уже сильнейшие. Беларусы также готовятся к континентальному чемпионату. Открытый кубок Гомельской области – отборочный для белорусских бойцов. За поединками следят тренеры сборной. Успешное выступление на турнире может гарантировать место в главной молодежной команде страны. Кстати, на это претендуют и представители нашего региона. Наши боксеры будут сейчас боксировать и отбираться в команду. Мы надеемся, что это произойдет. Это Михаил Сулимов, это у нас Кузьменко, Александр, Сидоренко, Троянов, Юрий Жиженко. Ну вот эти основные боксеры, которые будут отбираться в команду. Все боксеры, которых назвал Сергей Пьянов, по итогам соревнований поднялись на пьедестал почетом. Победителями стали Юрий Жиженко, Михаил Сулимов, Александр Береснев, Никита Краснобаев и Михаил Мельников. Вторые места завоевали Александр Сидоренко, Александр Кузьменко и Дмитрий Троянов. Лидеры взрослого гомельского бокса пока отдыхают. В начале мая им предстоит участие в международном турнире в Гомеле. На эти соревнования планируют приехать представители из семи стран. А в 20-х числах того же месяца – Кубок Беларуси. А там будут отбирать лучших на последний перед летними олимпийскими играми лицензионный турнир. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире в ближайший вторник. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова